Музыка Виталия всем! Вы на канале школы вязания. С вами Катерина Мушин. Мы сегодня продолжаем вязать наш кардикан арабика. Значит, в сегодняшней третьей части наша задача выполнить вот такие проймочки, рассчитать, набрать, сколько нужно петель для пройм, так, вязать высоту, полностью сделать притоление с помощью резиночки, далее сделать прибавки для расширения полотна внизу, вязать полностью длину, закончить платочным узором и красивым закрытием петель. Вот. Значит, все я вяжу, напоминаю, из пряжи Young Art Plus. Рассчитываю 800 кран. Пока что я в этот расчет вроде бы влажусь. В конце каждого видео у нас идет взвешивание, что, как, ушло и на сколько. Значит, вот выкройка полностью данного кардигана. Вот по этой выкройке размер мой XS. Но также, если вы посмотрите с первого видео, с первой части, вы сможете связать со мной на любой размер до 2XL. Так, в прошлой второй части мы остановились на том, что вы должны были довязать свою регланную линию. Так, значит, у меня высота проймы должна быть 21 сантиметр. Я вязала, пока не получу такую высоту проймы. Мерю я так, складываю пополам, так как у нас есть ростов, что уже все ровненько здесь должно быть. И вот так мерю. Мне даже чуть-чуть больше 21 сантиметра. Видите? Так, из них 2 третьих регланных линий я вязала прибавки, делая в каждом лицевом ряду. И затем 1 треть в каждом втором лицевом ряду или в каждом четвертом, если с поворотами считать. Это потому у меня так, что я вяжу достаточно маленький размер на XS. Чем больше размер вы вяжете, чем позже вы делаете прибавки в каждом четвертом ряду. Ну, чтобы получить более широкую ширину. Так, у меня ширина должна быть 46 сантиметров, на данный момент у меня здесь 70 петель. Для 46 сантиметров я должна еще 6 петелек прибавить. Именно эти 6 петель мы с вами в расчетах оставили на подрезы. Подрез должен быть около 3,5-4 сантиметра. Это как раз супер 6 петель. Значит, сейчас мы должны петельки наших рукавов отправить на дополнительные спицы. Вот такие дополнительные спицы. Отправить петли рукава. Если нет у вас вот таких лесок с спицами, просто возьмите иглу с нитью, снимите на нить вот эту, завяжите и пусть стоят, ждут, пока вы довяжете высоту картикана. Так, и соединить спинку и перед вместе. Также хочу напомнить, что мы вяжем цельновязанную планку. И у нас на каждые 6 рядов на планке вяжется 8 рядов. Я себе поставила такой маркер. Вот сверху 2, 4, 6 рядов провязано. Так, то есть, получается, когда здесь у меня будет 4 рубчика или 8 рядов, то я делаю короткие ряды. Это так, чтобы не ошибиться. Я себе вот такую пометку поставила. Ставьте себе так же. Также я сделала второе отверстие для пуговиц. Вот первое и второе. Второе вяжется точно так же, как первое. Так, и высота у меня между ними 9 сантиметров примерно. Если в рядах 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 трубчиков или 32 ряда. 32 ряда именно здесь. Так, полочка. На каждую полочку у нас по 46 петель. Снимаем первую петлю. Нить за вязанием снимаем следующую. 5 лицевых, это наша планка. 3, 4, 5. Нить за вязанием снять петлю. 2 изнаночных. Так, а здесь, так, что у нас здесь? Перекрещение выполняем. 2 на 2 с уклоном влево, с изнаночными петельками. Так, напоминаю, у нас здесь 2 схемки. Схемка А и схемка Б зеркальные. Вот я вам на рисунку. Рисую схему А. Вот как раз ее провязываю. У нас здесь есть ли вправо, то дважды должно быть перекрещение влево. Я думаю, каждый, кто со мной сейчас уже вяжет тело, фактически кардиган, он должен был выучить этот узор на память. Я вот уже на схему не подглядываю. Все выучила, только сориентироваться нужно, какой ряд вяжем. И так по схеме вяжется ряд за рядом. У вас может быть другой ряд схемы, ведь у каждого размера своя высота проймы, а значит здесь свой ряд. Так, дальше. 2 изнаночные. И давайте все считаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 петли. Так, и лицевыми 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46. Так, дальше петли рукава. В петли рукава не провязываю, а снимаю на иглу с нитью или вот как я на дополнительную леску. Так, на каждый рукав было 52 петли. На дополнительную спицу снимаю 52 петли рукава. Так, 51, 52. Вот снимаю. Видите? Теперь мне очень удобно я выкручиваю спицу и вместо спиц ставлю вот такой фиксатор. Таким образом петельки никуда не денутся и дождутся, пока я довяжу высоту картикана и начну вязать рукав. Значит, вот 52 петельки у нас отложено. Вместо нит я набираю петли для подреза. Значит, как рассчитали, набираем 6 петель. Нить обернуть вокруг указательного пальца, повернуть, одеть на спицу. Одна петля, вторая петля, третья, здесь ставим маркер, четвертая, пятая и шестая. Это будет у нас боковой маркер. Смотрите, не нужен вам. Мне он нужен. Так, теперь спинка. На спинке должно быть 70 петель. Провязываем их лицевыми петлями. Вот каждую петельку на спинке провязываю лицевой. Так, 69, 70. 70 петель я их пересчитала, проверила, повериваю себя. Без вот этих, что мы набрали. Так, теперь эти отложи. Значит, на рукав снова наши 62 петельки снимаем на вторую нашу леску. Так вот, петельки второго рукава отложили. Вместо их набираем 6 петель. Нить обернуть кругозателем пальца, повернуть, одеть на спицу. Раз, два, три. Так, стоять. Ставим маркер. Четыре, пять, шесть. Так, и довязываем нашу полочку. Здесь у нас так же, как и там, 46 петелек. Так вот. Это все лицевые. Затем узор и планка. Так, обратите внимание, узор зеркально-симметричный. Узор по схеме B. Вот, две изнаночных. Там было дважды перекрещение у нас влево, один раз вправо. Так, а здесь будет наоборот. Так, значит, дважды вправо. Нет, сначала один раз влево, а затем дважды вправо. Так, один раз перекрещение делаем влево. Вот, меняем местами. Две изнаночных. Две лицевые. И теперь дважды вправо. То есть, у нас все веркально-симметрично. Значит, вот эту схемку, кто только присоединился, я показывала вам в самой первой части, когда мы начинали только вязать от капюшона. Каждый ряд этой схемки мы провязали. Если вы хотите скачать себе эту схемку, перейдите на сайт Пряжа.ком. Там я добавила выкройку, схему, ну, все возможное описание, которое может вам пригодиться по вот этой коре. Так, дальше наша планка, нить за вязанием снимаем петлю, пять лицевых, два, три, четыре, пять. Нить за вязанием снимаем петлю, и последнее я люблю вязать лицевой. Так, значит, всего у нас на спицах получилось 174 петельки. Если брать только две полочки и спинку, значит, я уже уменьшила здесь спицы, чтобы было удобнее вязать. Значит, рукава вот эти, мы их отложили. Дальше будем вязать лицевой гладью, узорами, плюс планка только вот эти 174 петли переда и спинка. Так, с изнаночной стороны наши края вяжутся, как снять петлю, и изнаночная, пять лицевых, два, три, четыре, пять, и изнаночная, две лицевые, а, не две, здесь уже четыре лицевые, четыре изнаночных, наша схемка. Так, ну, схемку мы разобрали в предыдущем разу, так, здесь восемь изнаночных, а не четыре, видите, все по рисунку, еще четыре лицевых, так что я на ней уже внимания не обращаю, а остальные петельки изнаночными петлями. Так, смотрите, вот эти новые петельки тоже провязываем лицевой гладью, то есть с изнаночной стороны, соответственно, они выполняются изнаночными петельками. Вот, переснять маркер, и дальше вот изнаночными. Вот так, видите, и продолжаем вязать до конца ряда. Так, вот я с другой стороны довязываю нашу схемку, и планка изнаночная, пять лицевых, раз, два, три, четыре, пять, изнаночная, в кромку лицевой. Так, кстати, вот смотрите, раз, два, три, четыре, четыре рубчика это восемь рядов, значит, дальше у меня короткие ряды. А я вот так беру вот это все и поднимаю вот сюда, чтобы снова сверху высчитать вот эти восемь рядов. Таким образом, я не забываю, где я должна делать, кстати, короткие ряды, иначе просто можно допутаться. Вот, снять петлю нить за вязанием, пять лицевых, три, четыре, пять, нить за вязанием снять петлю, одна изнаночная. Поворачиваем, снимаем петлю изнаночная, так, дальше пять лицевых, изнаночная, лицевая. Видите, вот эти два коротких ряда. Теперь я с лицевой стороны вяжу до конца, и там те же два коротких ряда. Все то, что я показывала вам в предыдущих видео. Значит, продолжайте выполнять нашу планку, наш узор, все остальные петельки лицевой, глазу. Так, в процессе пока вяжете, меряйте. Я провязала вот примерно 8 сантиметров. Давайте проверим точно. Да, ровно 8 сантиметров от проймы. И сейчас меряю, что у нас по талии как раз идет притоление. То есть, нам нужно делать убавление. На данный момент я как раз делала третье и последнее отверстие для пуговиц. Более отверстий у меня не будет, будет только три. Значит, дальше для притоления я вот эту лицевую гладь начинаю вязать резинкой. То есть, я буду добавлять изнаночные петли вместо лицевых. Значит, смотрите. Так, если мы не трогаем вот этот узор, то лицевой глади здесь 76 плюс по 25 петель получается 126 петелек. 126 петелек я вот так разделила, чтобы 6 по центре было лицевыми, 2 изнаночными. 6 лицевыми, 2 изнаночными. Итак, 6 лицевыми, 2 изнаночными. Пересчитала, что края мне нужно делать по 2 лицевых. Итак, я начинаю. 2 лицевых, 2 изнаночных, 6 лицевых, 2 изнаночных. Пересчитайте на свое количество петель, чтобы в центре было 6 лицевых. Сколько будет у вас? Если вам что-то не нравится, как здесь сходится, вы можете вязать 7 лицевых, 2 изнаночных, 8 лицевых, 2 изнаночных. Но 7 подходит вам только если нечетное количество петель на спинке. Так, если они 6, то 8. пожалуйста это сильно не поменяет ситуации так значит следующий ряд смотрите у меня как раз два рубчика над нашим маркером значит в предыдущих как раз рядах я сделала туда назад короткие ряды и делаю сейчас вяжу все ровно первую петельку снимаем нить за вязание петельку снимаем 5 лицевых провязываем нить за вязание петельку снимаем а здесь схемка так по схеме у меня получается первый ряд супер значит петельки просто по рисунку 2 изнаночных 4 лицевых 4 изнаночных 4 лицевых 2 изнаночных 1 и 2 так а теперь начинаем 2 лицевые 2 изнаночные далее чередуем 6 лицевых 2 3 4 5 6 2 изнаночных снова 6 лицевых 2 3 4 5 6 2 изнаночных 6 лицевых 1 2 3 4 5 переснять маркер 6 2 изнаночных я не смотрю что здесь не получилось симметрично у нас и там тоже симметрично не получилось у кого получилось я очень за тех рада будет красиво так значит я продолжаю вязать 6 лицевых 2 изнаночных 2 4 5 6 2 изнаночных так аж до нашей схемки довязываем 2 изнаночных и 2 лицевые вот дальше наша схемка здесь тоже 2 изнаночных 4 лицевых 4 изнаночных 4 лицевых 2 изнаночных и планка планка это нить за вязанием снимаем петельку 5 лицевых нить за вязанием снимаем петельку лицевая видите у нас здесь все симметрично там 2 здесь 2 также симметрично в около этих маркеров 5 другой стороны 1 1 другой стороны 5 так с изнаночной стороны петельки по рисунку не так и дальше вот эти изнаночные будем вязать есть вот я на изнанке снять петлю изнаночные 5 лицевых 1 2 3 4 5 изнаночные 2 лицевые по рисунку 4 изнаночных 4 лицевые наша схемка так 4 изнаночных и 2 лицевые так и теперь вот эта резиночка видите тоже 2 изнаночные 2 лицевые а далее чередуем 6 изнаночных 3 4 5 6 2 лицевые видите все по рисунку 6 изнаночные 2 лицевые и так дальше мы вяжем вот эту резиночку от 8 до 10 сантиметров в зависимости сколько вы хотите вот это преодоление так продолжаем выполнять нашу работу значит я провязала примерно 20 рядов вот и ровно 8 сантиметров теперь я с каждой из этих изнаночных именно вот эти что резинки не трогая изнаночные с нашей схеме буду прибавлять по 1 петельке таким образом я вниз расширю примерно на сантиметров 20 так вот довязываю схемку вот эти 2 изнаночных это изнаночные схемы вот так и провязали а дальше 2 лицевые с каждой и следующей изнаночной нужно сделать прибавку значит с первой изнаночной я под петельку ввожу спицу достаю новую петлю провязываю петлю изнаночной 1 следующую провязываю изнаночной 2 теперь ввожу спицу под петлю 2 изнаночной и прибавляю петельку вот я получила 4 петли из 2 далее 6 лицевых 2 3 4 5 6 снова под первую изнаночную прибавляю петлю провязываю изнаночная 1 изнаночная 2 под вторую изнаночную ввожу спицу прибавляю петлю 6 лицевых значит вот таких здесь 16 у нас раз будет по 2 изнаночных так вы и прибавляете получается 32 петли равномерно вдоль ряда последние 2 изнаночные на ряд ниже лицевая 2 изнаночных провязываем лицевыми и спицу на ряд ниже лицевая 4 петли из 2 еще 2 лицевые вот таким образом я равномерно прибавила вдоль ряда 32 петли и заканчиваю ряд в узор нашей схемки так смотрите теперь у меня вот здесь на спицах 206 петелек и ширина если брать ширину спинки если здесь было 46 сантиметров то здесь практически 56 сантиметров на 10 будет больше оно разойдется равномерно поэтому все уйдет вот так в ширину здесь при то линии и так я вышла с при то линии еще с прибавкой получается все дальше вот эти 206 петель буду вязать полностью до конечной длины вязать все так же как ранее а дальше здесь где была резинка у нас снова лицевая кладь то есть изнаночной стороны вот я все петельки провязываю и изнаночными петлями видите то здесь уже будет лицевая кладь продолжайте вязать таким образом значит вот такой результат длиной я ориентировалась на количество нити так чтобы довязать вот этот 6 моточек и по одному моточку осталось у меня останется на каждый рукав значит получилось 24 сантиметра всего лицевой клади и общая высота 39 если растянуть то 40 значит дальше еще обвязка обвязка у нас будет платочным узором на всех петельках но нам нужно забрать лишние петли тогда на вот этой вот этом узоре на нашей косички как мы мерили ранее каждая косичка это 6 сантиметров вот так 6 сантиметров эти 6 сантиметров это 16 петель то есть 16 петель это 6 сантиметров так значит а 6 сантиметров лицевой глади мы умножим на 165 это вот почти 10 петель и тогда 16 минус 10 это 6 петель лишних значит 6 петель мне нужно убавить над каждой косичкой чтобы вот эта ширина была равна лицевой глади перед тем как сделать убавку меняем размер спиц значит спицы у меня четыре с половиной что мы вязали все лицевой гладью и наш рисунок я убираю и ставлю те спицы которыми вязала резиночку сверху 4 0 миллиметра вот убавление выполняю с лицевой стороны первую петлю снимаем нить за вязанием петлю снимаем смотрите здесь должны быть короткие ряды но более короткими рядами мы не вяжем так как все петельки будут связаться платочным узором поэтому этот маркер просто можно убрать уже и более не вязать значит пять лицевых раз два три четыре пять нить за вязанием снимаем петлю так теперь схемка вижу 2 изнаночных а вот здесь у меня как раз ряд где все лицевые видите я провязываю по 2 вместе лицевой раз 2 вместе лицевой 2 1 3 1 4 5 и 6 6 раз по 2 вместе лицевой таким образом 6 петель убавила еще 2 изнаночных дальше лицевая гладь все петли выполняется лицевыми до косички с другой стороны вот так с этой стороны косичка 2 изнаночные 2 вместе лицевой 6 раз раз 2 вместе лицевой 2 1 2 вместе лицевой 3 4 5 и 6 тоже равномерно только стички убавили 6 петелек довязываем 2 изнаночных нить за вязанием снять петлю 5 лицевых 2 3 4 5 нить за вязанием снять петлю лицевая значит сейчас у меня на спицах сто девяносто четыре петли значит дальше начиная с изнаночной стороны будем вязать все петельки платочным узором только в начале и в конце у нас вот эта двойная кромка останется остальные петельки платочным узором спицы 4 0 миллиметра у нас по-прежнему значит первую петлю снимаем 1 изнаночная вот эта двойная кромка остальные лицевыми значит вот эти 5 лицевых понятно они ранее были платочным узором вот это что всегда снималась из изнаночной теперь тоже платочным рисунком и вся схемка наша также платочным рисунком все абсолютно петельки выполняю лицевыми вот эти схемка и лицевая гладь также теперь вяжется платочным узором когда останется с другой стороны две петельки вяжем 1 изнаночная 1 лицевая то есть продолжаем вязать двойную кромку плюс остальные петельки видите платочным узором полностью все и вот это и наша косичка это что было лицевой гладью все теперь вяжется платочным узором значит с лицевой стороны это будет так первую петлю снимаем нить за вязанием вторую петлю снимаем на двойная кромка все остальные вяжем лицевыми петлями значит лицевыми провязываю каждую петельку опять до последних двух петель уже другой стороны так с лицевой стороны вот эти довязывая все петельки лицевыми так тогда предпоследнюю снимаем с ниточкой за вязанием последним провязываем лицевой все платочным узором плюс двойная кромка значит так ряд за рядом продолжаем вязать низ нашего изделия платочным узором снова с изнаночной стороны петельку снимаем 1 изнаночная остальные лицевые ну вы знаете так платочным узором я всего провязала 10 рядов ведь и 5 трубчиков если начала с изнаночного ряда то закончила лицевым рядом теперь с изнаночной стороны буду закрывать петли так закрываем петли сохраняя такую кромку значит смотрите первую петлю снимаем следующие 2 провязываем вместе изнаночной петлей теперь 2 петли возвращаем обратно на левую спицу провязываем 1 изнаночной снять дальше 2 вместе изнаночной петлей возвращаем 2 петли обратно на спицу и действие повторяем 1 изнаночная 2 вместе изнаночной ниточку перед вязанием 2 петельки вернуть обратно немножко стягиваем снова 1 изнаночная 2 вместе изнаночной вернуть 2 петли изнаночная 2 вместе изнаночной вернуть 2 петли так стягиваем изнаночная и вместе изнаночной так смотрите такое закрытие получается видите красивый такой аккорд значит так закрываем все петельки 2 возвращаем провязываем 1 изнаночная затем 2 вместе изнаночной 2 петли осталось эти две петли то уже двойная кромка поворачиваем лицевую сторону чтобы видеть что у нас и как вот здесь у нас супер такой закрытый край здесь у нас вот такой же край теперь нам нужно закрыть петельки вместе значит вот эту петлю закрываем с этой я вот так переснимаю эту спицу и просто одну перебрасываю на 2 то же самое с крайними петлями так хоть и тут пустим вот эту переснимем и тоже первую набросим на вторую так есть чтоб не убежала петелька а теперь вот эту нужно набросить на эту подхватить стянуть и одну нам просит на второй смотрите видите сюда красивый закрытый край сюда с другой стороны тут вообще для нас начало было здесь вот так а здесь будет вот так так обрезаем ниточку оставляем небольшой хвостик стягиваем значит вот эта петелька у нас открыта вот такая получается вести и ее как-то нужно сюда наизнанку вывести так примерно и зафиксировать тоже вот так примерно вот видите получается так а конец нити спрятать в полотно значит с помощью крючка и вот так в полотне прячем так посмотрите вот так будет здесь ниточка идет ниточка именно в петлях и мы по этому направлению отправляем и конец нити расправить и так несколько раз вот сюда идет видите раз там вправить расправить отправляем к следующей петельки и расправить вот так прячем хвостик и конец отрезать с изнаночной стороны вот так с лицевой стороны так подрезали полностью мы вниз на данный момент вот и все что осталось у нас из шестого моточка то есть на данный момент почти 600 грамм ушло на этот кардикан осталось 2 моточка на каждой руках дальше мы приступаем к вязанию рукава всем большое спасибо мне нужно далеко не Aufgabenу важно чтобы тебе было вышло у olmayлопад спасибо и Продолжение следует...